всем здравствуйте в этом видео я хочу рассказать о своих работах которые я делала раньше еще в девятнадцатом году когда я не жила в германии бывший коллега моей сестры который очень любит животных заказал портрет щенка которого он хотел подарить своей девушке на рождество идея просто замечательная я нарисовала в омске портрет по фотографии этого щенка он очень такой крохотный милый был когда-то сейчас он уже настоящий пес так и не подойдешь к нему страшновато вот работа мы привезли в германию когда мы сами прилетели сюда в отпуск к сестре в гости работа настолько понравилась заказчику что они попросили сделать портрет в одном стиле но уже их кота и посмотрите как здорово смотрятся вместе эти работы но это предыстория приступаем главной части моего влога это роспись стены в их доме ребята сами обозначили тему карпов я сделала эскизы мы обсудили выбрали цветовую палитру мы с сестрой поехали закупили краски заказчика естественно все это оплатил и я приступила к работе в первый день своей работы я подготовила помещение к покраске приклеила скотч запечатали пленкой какие-то опасные места которые не нужно не хотелось бы запачкать краской и начала делать рисунок кристиан заранее загрунтовал стены поэтому после готового рисунка я сразу нанесла основной фоновый цвет и успела сделать одну рыбешку верхнюю что-то очень немецкая ребята очень доброжелательные молодые они кормили меня обедом кристиан прекрасно готовит очень классные насыщенные вкусом блюда у него получаются но вернемся к работе я работала с утра до где-то четырех часов или до пяти но скорее всего до четырех немного прокопошилась я с первым слоем завела замес недостаточного количества и мне пришлось заново покрывать стену потому что я не могла попасть в оттенок но это как бы невозможно сами понимаете поэтому пожалуйста не повторяйте моих ошибок я тоже не буду так больше делать не хочу тратить на это время расстраиваться лучше сделать замес с остатком чем его потом вам не хватит видео стоит на максимальном ускорении кажется что вы все очень легко и забавно быстро но на самом деле у меня в один рабочий день получалось успевать сделать две рыбы и это там какие-то такие недоработки на следующий день я поправляла рисовала я на стене в конце ноября и уже с этого момента немцы начинают готовиться к рождеству посмотрите вот этот стол полочки часы все это сделал сам кристиан он очень рукастый очень трудолюбивый парень и эту елку смастерил он тоже сам для своих маленьких деток чтобы они не потрепали такое с иголочками которые ну и что последний рывок последняя рыбка и будем с вами снимать скотч это самая приятная часть работы когда ты уже все закончил помыл палитру вылил воду и осталось только снять скотч и увидеть эту замечательную ровную полосочку ну не всегда ровную конечно вот но все равно это уже приятно силы появляются снова когда подходишь к этому этапу вот скоро увидим полный вариант ну что как вам работа пишите свое мнение свое впечатление в комментариях не стесняйтесь будьте честны и откровенны все важно каждое мнение будет учтено наверное не обещаю это моя награда кристиан сделал подарок книжку 300 слов на франконском что это означает это земля в которой мы живем здесь есть свой диалект называется франконский большую печенью уху ну естественно материальное вознаграждение я работала заработала и еще от кристиана поступил заказ на переделку им подарили такую табличку собака лабрадор здесь белая а у них-то темная и вот посмотрите что вышло и еще кристиан собственно ручно зачеркнул слово лабрадор и нарисовал наковальню потому что собаку зовут амбас амбас переводится как наковальня посмотрите сколько всего останется на память у этих ребят я желаю всем творческим людям таких заказчиков и таких результатов пока пока не забывайте подписаться и поставить лайк потому что лайк это радость